всем привет сегодня хочу показать вот эти пасхальные банты ленты из магазина иголочка который я закончила вышивать сразу отвечу на вопрос который мне на зрители задавали ну а потом продолжу свой рассказ вопрос заключается в том куда эти ленты и банты применять вот смотрите у меня корзина есть я сейчас покажу но эта корзина уже у меня использовалась я вот эту корзину большую оформляла такая плетеная корзина оформляла дочки на свадьбу здесь тот конфеты съели вот парочку осталось но в общем это все я выброшу стоит у меня корзина на балконе сейчас я ее никуда не применяю еще у меня есть вот такая вот вторая лента одну брала для себя другую для алины но в общем что нужно сделать вот эти цветы нужно выбросить отсюда есть у меня видео как я оформляла эту корзину на бета букет из конфет и также к пасхе я буду делать букет из конфет я буду заполнять вот эту корзину а вот здесь в середине я планировала поставить подставочку туда сделать красивые яйца декупаж вот видите да цветы уже выгорели здесь все было заполнено конфетами полностью и я буду делать новые цветы эти все выброшу естественно они уже выгорели а вот и буду оформлять вот эту пасхальную корзину новыми цветами у меня видите здесь бабочка ленточки ну в общем все это стоит на балконе пока это никуда не нужно вот поэтому вот эту корзину я буду отмывать все это выбрасывать новыми цветами заполнять и вот здесь у меня будет бант лента как раз вот это вышитая лента а в середине у меня будут яйца как я делала декупаж на пасхальных яйцах я уже показывала у меня есть ролик вот такая у меня получилась изнанка когда вышивала в трансляции то не заметила вот здесь у меня остались запуталась нитка но отрезать уже не стала когда без трансляции вышиваю то у меня все получается вот так аккуратненько но все равно мне не нравится и я буду покупать клеевую и заклеивать то есть еще один слой будет клеевой клик клеева вот этого фразелина в общем вот так все это выглядит очень красиво очень ярко вообще обалденно вот такая вот получилась красота но и сейчас покажу что еще я получила из магазина иголочка ссылочку на магазин я оставлю под видео а также на их страницу в instagram посмотрите какая красота я уже показывала вам сумки черную сумку белую сумку в общем там такое огромное количество сумок посмотрите на этот раз я выбрала вот такой клатч очень аккуратно сшит вот такая вот ручка длинная цепочка в общем все очень очень аккуратненько конечно когда буду вышивать еще буду делать подробные обзоры я все думала полностью вышивается или нет да полностью вышивается а также в магазине есть услуга подбор бисера то есть там нажимаете подбор бисера и вам подбирают бисер правда это занимает много времени немножечко задерживает отправку посылки но зато все вы получаете в комплекте уже по весу бисер подобран вот видите сколько черного бисера это полностью будет зашиваться вот этот клатч и еще вот такая косметичка посмотрите какая красивая косметичка но я выбирала по своему вкусу я люблю цветы там вообще выбор огромный огромный если вы в поиске нажмете сумки и клатчи там столько много фирм представлено некоторые шьются под заказ то есть сначала вы заказываете нужно подождать некоторые есть в наличии в общем смотрите внимательно описание и выбирайте на свой вкус и вот смотрите что еще я получила в подарок от магазина это вот такая подставка под телефон это подставка от фирмы вот стич я уже вышивала фирму вот стич показывал уже готовые работы и вы знаете хочу сказать что эта фирма ничем не хуже чем фирма а волшебная страна у меня много наборчиков сделано все качественно можете посмотреть в предыдущих видео у меня на канале это все есть почему я перешла на сумки кладчи косметички потому что картину меня уже такое огромное количество и некуда их вешать а вот эти вот сумки и косметички даже если я не буду их использовать их можно носить на выставке у нас оренбурге проходит вышивальные и рукодельные выставки и я думаю что это будет очень красиво пока в ближайшее время не знаю начну я или нет у меня в работе есть уже много начатых процессов я о них расскажу в следующих видео да кстати я отнесла на оформление в багетную мастерскую икону серафима саровского но из-за карантина икона сказали будет готова не раньше 12 апреля а если продлят карантин то 12 мне и тоже не отдадут но не знаю успею ли я к пасхе я очень хотела к дочери а я хотела взять эту пасхальную корзину поехать к алине осветить иконы ну и вот эту корзину хотела на пасху подарить дочке поставить ее в храме а я уже купила конфеты ну чем ее наполнить эту корзину и хотела от волшебной страны вышить подставку под пасхальные яйца но не знаю успею я это сделать или нет но успею ли не успею вы увидите следующих моих роликах большое вам спасибо за просмотр не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал всем желаю удачи с вами была инесса пока пока